ну что сегодня мы продолжаем дальше наш поэтический натюрморт и будем раскрашивать раму оконную раму оконную раму мы сделаем не чисто белую потому что белым у нас будет перо может быть еще что-то листочки будут белые да поэтому чтобы у нас не было слишком много белого мы сделаем оконную раму светло-светло-охристого цвета для этого толстой кисточкой в палитру накладываем 5 раз белую 1 2 3 4 5 промываем кисть берем один раз охристый цвет охру это вот этот вот цвет между коричневым и желтым до такой не желтый и не коричневый а какой-то в промежутке между коричневым и желтым набираем один раз набираем один раз и перемешиваем у нас получится такой светло-светлый цвет какой-то но он не чисто белый а вот такой какой-то вот Светло-светло-бежевый. И закрашиваем раму оконную. Всю. Закрашиваем оконную раму. Дальше придумываем, какого цвета у нас будет скатерть на столе. Ты можешь взять... Скатерти бывают совершенно разного цвета. Ты можешь взять либо прямо из баночки любой цвет, чтобы закрасить скатерть. Либо смешать какой-то цвет у себя в палитре, чтобы он был... Какой-то, если у тебя светлая скатерть, например, будет, да? То есть ты сейчас выбираешь, какого цвета у тебя будет скатерть на столе. Или же это будет просто стол, да? И тогда ты закрашиваешь деревянный, да, какой-то коричневый или охристый. Прямо из баночки можно это сделать. Выбираешь сейчас, думаешь, какого цвета будет у тебя скатерть либо стол. Я нарисую просто стол, поэтому я буду брать коричневую красочку. Но у меня будет не чисто вот такого вот коричневого. Я немножко буду добавлять сюда красного. То есть я буду коричнево-красный делать стол. Пол? Вот так вот. Чтобы у меня не было вот таких просветов, я буду чуть-чуть добавлять белого, чтобы поплотнее была красочка. И тогда она будет перекрывать сам лист и не будет просветов, потому что мы же не акварелью рисуем, нам тут просветы не нужны. И мы рисуем гуашью. Это можно также делать и в палитре, не обязательно прямо на листе. Можно сразу наводить в палитре и раскрашивать. Где-то, может быть, маленькой кисточкой. Я беру коричневую, беру красную немножко и беленькую. И закрашиваю аккуратно вокруг предметов. Это получается цвет какао, что ли. Так, можно это сделать. Это делать на листочке можно прямо в палитре. То есть, смотри, как в палитре я делаю. Я беру толстой кисточкой, накладываю себе нужный мне цвет. Один, два, чтобы побольше было, чтобы хватило на всю скатерть. Три, четыре, пять. Добавляю тот цвет, какой еще у меня был. Беленькую. И перемешиваю. Вот он у меня получился цвет. Его много, да? Тут я могу спокойно теперь раскрашивать. Вокруг предметов Тонкой или толстой кистью Тонкой или толстой кисточкой. 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 Так как очки прозрачные, это стекло, то, значит, они прозрачны, просвечивает тот цвет, на чем они лежат. Вот с этой стороны у меня просвечивает стол, а здесь книжка, поэтому я пока не закрашу. Когда книжку буду красить, тогда я стеклышко закрашу. Докрашиваю фон. Докрашиваю фон. Белой краской мы закрасим у книги листочки. Вот эти, которые сверху. Если у тебя очки тоже заходят на книгу, значит, ты где стеклышко, здесь тоже мы закрашиваем белым. И белым закрашиваем перо. А вот здесь у книги, где толщина, да, где странички, нам нужно сделать будет потемнее. Поэтому мы возьмем вот тот цвет, каким мы закрашивали раму на окошке, да, и этим цветом будем закрашивать. У меня сейчас уже здесь его нет, я наведу. Я кладу в чистую палитрочку, в чистое окошечко, белую. Два, три. Промываю кисть. Беру опять охру. Перемешиваю. Вот оно, цвет такой. И вот этим светло-охристым закрашиваю с этой стороны листья, листы, листы. И с этой стороны листы закрашиваю вот этой вот светлой охрой. Упира вот эта серединка, мы сделаем чисто из баночки, возьмем охру из баночки, и вот эту линию просто проведем тоненько, или сверху вниз, или снизу вверх. Вот вверху чернильницы, там чернила, поэтому берем фиолетовый цвет, и вот эту часть закрашиваем фиолетовым. Там чернила у нас. Так, чернила. Сама чернильница может быть совершенно любого цвета, каким только захочешь. Я сделала розовую. В чашке чая, черный чай, но мы будем делать коричневый, да, он на самом же деле не черный, а такого коричневого цвета. Ложка металлическая, поэтому нам нужно сделать серый цвет. Берем немного черного, смешиваем с той красочкой, какая у тебя есть, намешанная. Получается серый. И закрашиваем им ложечку. Серым. Чашка может быть любого совершенно цвета. Выбирай, какого цвета будет чашка у тебя. И закрашивай чашечку. Ее можно также сделать каким-нибудь голубым цветом. Для этого в палитру нужно положить белую три раза и добавить синюю. У меня вот здесь уже есть много фиолетовый и светлый. Я просто сюда добавлю синенькое, перемешаю. И вот этим цветом закрашу чашечку. И здесь. И внизу блюд с этим же цветом. Вот блюдечко. Вот тут внизу толщина, да, у нашего блюдечко. Я вот это тоже подчеркну. Внизу вот так. А сверху блюдечко будет беленьким. Поэтому вот тут вот внутри блюдечко мы закрашиваем белым. Опять же еще раз говорю, если ты не успеваешь за мной, ставь на паузу, доделывай, потом включай. Нам совсем осталось немного. Очки бывают любого цвета. Любого цвета. Мои очки будут красной оправой. Такие будут красные. Ты можешь сделать любого цвета. Мы обводим вот так. Очки. Вот так. Выводим очки. На стеклах, вот этим вот каким-то светло-фиолетовым или светло-голубым, какой у тебя есть в палитре, нужно сделать несколько черточек вот таких. Немножко. Ну, показать, что это очки, да, что это стекло. Стекло. Карандашик бывает тоже любого совершенно цвета, поэтому ты можешь выбрать любой цвет, какой тебе нужен, и закрасить карандашик. Закрашиваем его только вот до этой части, до того места, где сострагивается, да, карандашик. Потому что, чтобы было понятно, что это карандаш, а не просто палочка, вот мы так вот доводим. Здесь вот у нас карандашик. Теперь нужно дождаться, когда высохнет вся работа. Вся работа должна высохнуть, отдохнуть в это время тебе. Может быть, это сделать на следующий день. Мы будем обводить фломастером. Делать это нужно по-сухому, по-сухому фломастеру. Поэтому сейчас останавливай и подходи тогда, когда уже все высохнет.